Сейчас идёт процесс производства перловой каши. То есть поступает ячмень, обрабатывается шелушица, и уже получается готовая перловая каша. Каша геркулесовая, ячневая и перловая. Мукомольный завод из села Тесьминусинского района – один из немногих в крае, кто выпускает такой ассортимент продукции глубокой переработки зерновых. Новый цех оснащён высокотехнологичным оборудованием. Для каждого продукта своя линия. Сначала мы купили овсяное оборудование для производства овсяных хлопьев. Затем мы приобрели перловое оборудование для производства перловки, ячки, гороха. И в дальнейшем у нас заключён договор и контракт создан для покупки гречневого оборудования. То есть мы хотим производить все виды каши. Сырьё для переработки овёс, ячмень, рожь закупают у местных фермеров юга края. Потребности завода – порядка 3,5 тысяч тонн зерна в месяц. Помимо круп и каш, завод ежемесячно выпускает до 2,5 тысяч тонн муки высшего и первого сортов, а также ржаной. Закупили упаковочное оборудование для мелкой фасовки, что более удобно для розничной торговли. Имеется своя собственная лаборатория, где ведётся контроль качества. «Контроль уже готовой продукции. Муки. Вот сейчас на данный момент я просеиваю жжную муку. Потом вот буду крупу просеивать. Здесь вот у меня косты, по которым эта крупа мука должна отходить». Производство безотходное. На предприятии работает дробильный цех, где специальное оборудование превращает зерновые отходы в корм для животных. С расширением производства увеличили и штат сотрудников. Большинство из них – жители села Тесь. За период существования было создано более 50 рабочих мест. Является предприятие надёжным налогоплательщиком местный бюджет и, конечно же, всегда взаимодействует и затрудничает с местными властями при решении вопросов местного значения. Можно смело сказать, что такое предприятие является одним из немногих существующих на территории Тесинского совета, которые являются гордостью нашего муниципального образования. Сегодня тесинская мука и крупы пользуются популярностью не только у жителей Красноярского края. Продукция также поставляется на рынки соседних республик Хакасии и Тувы, а также Кемеровской области. Задача мукомольного производства в новом году – выпускать гречневую кашу, а на территории завода построить пекарню и выпекать полезный хлеб из муки собственного производства. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.